Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года минские спасатели потушили около тысячи пожаров и загораний, на которых погибли 13 человек. Минск чрезвычайный. Вероятнее всего, короткое замыкание электропроводки светильника стало причиной пожара в двухкомнатной квартире на улице Лосика в минувшую пятницу поздно ночью. В доме сработала система автоматической пожарной сигнализации и противодымной защиты. В результате пожара повреждено имущество, закопчено квартира, к счастью, никто не пострадал. Предположительно, короткое замыкание зарядного устройства стало причиной загораний в одном из гаражей на улице Пономаренко, где хозяин поставил электроскутер на зарядку и отлучился по делам. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Следите за исправностью электропроводки и электроприборов. Не оставляйте их включенными без присмотра и эксплуатируйте в строгом соответствии с инструкцией. Минск чрезвычайный. Дважды за минувшую неделю на номер 101 поступали сообщения о горении строительных бытовок. Предполагается, что на переулке Вильямса это произошло из-за поджога. А вот на улице Корженевского к уничтожению бытовки, скорее всего, привело короткое замыкание электропроводки. В выходные помощь спасателей понадобилась 60-летнему жителю микрорайона Серебрянка. Мужчина забыл дома ключи и решил залезть в квартиру через балкон. Он это делал не впервые, однако в этот раз ему не повезло, и он застрял в металлической решетке балкона, напомнив мне любимый мультфильм про Винни-Пуха, застрявшего в дверном проеме. Прохожие вызвали спасателей, которые помогли ему освободиться. В начале недели работники МЧС выезжали на вызов на улицу Сурганова, в Институт физико-органической химии Академии наук. Предварительно установлено, что во время научных исследований с использованием диэтилового эфира произошло загорание имущества в лаборатории на третьем этаже. Работники 20 человек эвакуировались, пострадавших нет. Минск чрезвычайный. На этой неделе в Минске сразу 4 автовладельца лишились своих машин. На улице Ратомской возгорание произошло в моторном отсеке «Пежо». Об этом в МЧС сообщил очевидец. Вероятнее всего причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Возможно, по этой же причине на улице Куйбышева загорелся микроавтобус «Вольксваген Мультивэн». А вот легковой автомобиль «Мерседес» 2017 года выпуска на улице Слободской вспыхнул не без помощи посторонних лиц. Причина загорания 40-летнего «Гольфа» на Некрасово устанавливается. На этом все. Будьте здоровы и слушайте нас в следующий четверг. Минск чрезвычайный.